Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о лекарственной аллергии. С ней сталкиваются 10% жителей планеты Земля. Так что сегодняшняя тема для многих весьма актуальна. Пойдемте, будем разбираться. Программа выходит за поддержкой торговой марки Моуфикс. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, лекарственная аллергия. Тема очень актуальная, волнительная. Вы знаете, иногда мне кажется, что то, что происходит в нашей стране, мы как бы все время моделируем условия, чтобы лекарственной аллергии стало как можно больше. Поэтому давайте сразу узнаем, что по этому поводу думают наши многоопытные эксперты. Такое бывает у таких людей, которым сказал врач, столько пить, а они пьют больше. Тогда может такое случиться. У тебя надо это пить, но тебе нельзя это пить, потому что аллергия будет. У меня такого не было, но было у моего дедушки. Он болел, но ему нужны были такие красненькие таблетки. Но он взял не те таблетки. Он взял таблетки грибовые. С грибовым вкусом. Вот, я его полностью обсыпала. Потому что внутри есть такая маленькая точка. Это аллергия. Она проникает в шкуру, и потом вылазит такой небольшой песочек. Вот так вот, например. Например, вот так. Ну, может, им в детстве можно было это пить, и у них не было на это аллергии. А теперь стало, потому что, может, их, когда им, например, было 10, вот как мне сейчас, или 12 лет, может, их родители таблетки давали, чтобы горло не болело. И они их очень много пили, и, может, они от них отвыкли, и у них началась аллергия. Но самая плохая аллергия на булочке. На булочке с маком. С маком? Да! Ну, видите, на самом деле, когда к докторам приходят поговорить о лекарствах, да, то очень радует тот факт, что иногда люди говорят о лекарственной аллергии до того, как она начнется. То есть мамы и папы, а это, собственно, наверное, наша сегодняшняя с вами цель, пытаются задать себе вопрос касательно того, что лично я могу сделать для того, чтобы у моего ребенка не было лекарственной аллергии. Зависит ли хоть что-нибудь от меня? Или эта ситуация такая, повезло, не повезло? Вот когда на приеме обсуждаются меры профилактики, это всегда интересно. К вам на прием приходила Ольга Караваева. Давайте посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Ольга Караваева и Павел Пронтенко – чемпионы Европы 2012 года. Среди пар. И знаете, если бы мы решили перечислить все их достижения и награды в бодифитнесе, то основная тема нашей программы – лекарственная аллергия, боюсь, осталась бы нераскрытой. Поэтому, поверьте на слов, награды титулов. О-хо-хо! Немерено! Эта чемпионская пара – счастливая пара. Не только в спортивной, но и в семейной жизни. Ведь у них подрастает сынишка Матвей. И хоть в семье стараются не болеть, тема лекарственная аллергия их очень беспокоит. Это да, и привело их к доктору Камаровскому! И чем это проявлялось? Все нормально, малышка? Проявлялось тем, что у него начались высыпания, начались на щечках, на ножках. А мы попробовали убрать, да, и через пару дней буквально там аллергия прошла. То есть когда вы отменили. Давай-давай, неси. Все, отлично, молодец. Все. Кстати, а расскажите мне об этой болезни подробнее. Хорошо, как это было? Была температура? Температура была. А что-то еще было, кроме температуры? Да, был у него насморк, начинался кашель. Ну, собственно говоря, вот основные такие симптомы вирусной инфекции. Спасибо. Вот, собственно говоря, сейчас мы с вами пришли к одному из главных правил, касающихся профилактики аллергии. На самом деле, практически любое лекарственное вещество может при определенных обстоятельствах вызывать аллергию. Поэтому главная задача любой мамы, и, собственно говоря, это не только мамы, а вообще взрослых, которые окружают ребенка, быть уверенным в том, что если уж мы даем лекарства, то потому что они однозначно нужны. Поэтому мы хотели бы с вами быть уверенным в том, что если ребенку назначают иммуномодуляторы, то они ему обязательно нужны. Без них он не обойдется никак. Судя по тому, что я здесь вижу, я вижу перед собой совершенно здорового, нормального мужика, нормальную, симпатичную женщину, абсолютно нормального ребенка с шилом в заднице, который по физическому развитию обережает свой возраст, и который совершенно не похож на ребенка, у которого нет иммунной системы, понимаете, которого обязательно надо как-то уж помогать. Правда, да? Это очень важно, чтобы вы сами понимали, что чем активнее вы пытаетесь использовать лекарства, тем чаще возникает лекарственная аллергия. Это очень важно. В конце концов, вы знаете, что лекарственная аллергия в разных странах мира – это от 1 до 30% детей. От 1 до 30%. Как вы думаете, где она встречается чаще всего? Там, где чаще используют лекарства, понимаете? И в какой-нибудь развивающейся стране или неразвитой вообще, где лекарств мало, практически люди не имеют проблемы лекарственной аллергии, а у нас практически у каждого взрослого человека, у каждого ребенка можете с этим столкнуться, понимаете? Вот знаете, еще с чем мы столкнулись? Что, опять же, те же жаропонижающие и болеутоляющие средства, без них, ну вот, с ребенком не обойтись, потому что температура бывает, зубы бывают болят, и нужно, естественно, снимать эти боли. И вот эти вот болеутоляющие, они, как правило, со вкусом малины, клубники – тоже очень аллергенных таких добавок. Это тоже смущает. Их добавок не будет. Мы у ребенка с школьного возраста можем использовать таблетки, где уже не будет, в принципе, ничего сладкого, да? То есть мы, конечно же, должны это учитывать. И, кстати, спасибо, молодой человек, спасибо. И, кстати, мы действительно всегда должны быть уверены в том, что эта аллергия действительно на это лекарство. А у вас, вот у вас, у тебя были проблемы с лекарственной аллергией? Слово «лекарство» и папа как-то не очень соприкасается друг с другом. Ну, я стараюсь не болеть. Это замечательно. За последних шесть лет я болел всего два дня. У меня была температура 40, и все. Обошелся без моего модулятора? Обошелся случайно. Я думаю, я просто фиксирую внимание на то, ребят, что мне очень нравится подход папы, который говорит, я стараюсь не болеть, да, я слежу за своими здоровыми, я стараюсь не лечиться, да. Это нормально. Я хотел бы, чтобы вы попытались эти же принципы реализовать по отношению к дитю своему, да, и запомнить самое главное правило лечения лекарствами. И это же главное правило профилактики лекарственной аллергии. Если лекарство не показано, то оно противопоказано. Понимаете? И поэтому вы должны стремиться к тому, чтобы получить знание о том, как принято лечить лекарствами в мире. Понимаете? Как вот люди с лекарствами обходятся, да. А люди стараются не использовать лекарства. Конечно, есть огромное количество людей, заинтересованных в том, чтобы каждый ваш чих превращался в поход в аптеку. Вы это прекрасно понимаете, да. Да, это бизнес в первую очередь. Да, это, конечно же, бизнес. Но вы же сами из своего кармана достаете деньги, да, за лекарства, которые не нужны. А потом мы начинаем гадать. Это аллергия на лекарства. Это сыпь является не симптомом аллергии, а это проявление болезни. Это осложнение какое-то, понимаете, да. То есть возникают проблемы. А сейчас я у тебя спрошу, а ты знаешь, на какое лекарство у него была аллергия? А кто его знает? Там намешано 25 трав, да. То есть поэтому вот еще, кстати, мы сейчас опять подходим к еще одному правилу. Что надо стремиться всячески к тому, чтобы дети не использовали многокомпонентные препараты. Понятно? Потому что когда в этом сиропе намешано 25 травок, то попробуйте потом угадать, на какой из компонентов возникла аллергическая реакция, да. И получается, что мы сами себе как бы мешаем не только правильно лечить, но и диагнозы правильно ставить. Ну сами мы не знаем, на что это аллергия. Хотя потому что мы давали что-то, понимаете. А вот тут очень важно, что если на что-то возникла аллергия, то первое, ты должна об этом знать. Это должно быть записано везде, где угодно. Если у него, допустим, условно говоря, возникла аллергия на антибиотик, ампицелин, то в его свидетельстве о рождении должна лежать бумажечка, на которой написано аллергия на ампицелин. И это должна бумажечка лежать в его паспорте. И когда он поехал в пионерский лагерь или на сборы спортивные, да, то там все должны знать, что у него аллергия, и он должен это знать. А если он остается сам, то во всем мире принято, чтобы у него был на руке браслетик, на котором написано не только группа крови, понятно, но и препараты, которые ему нельзя. Почему это так важно? Потому что аллергию не перерастают. Если есть аллергия на лекарства, она будет с тобой всю жизнь, как правило. Но тут есть одно очень важное, что люди не понимают очень часто. Каждый следующий прием этого лекарства опаснее. Понимаете? То есть если вот у нас сейчас было, просто почесались после приема, допустим, пенициллина, почесалась нога, то в следующий раз у нас будет отек и упадет артериальное давление. А на третий раз мы можем умереть. То есть аллергия усиливается с каждым новым приемом. Понятно? И это надо знать. Это не игрушки. Главное, что вы должны понимать. Первое. Вы, именно вы, лучше, чем кто бы то ни было, знаете четко, какие лекарства ел ваш ребенок. Это все надо контролировать. Это надо записывать. Если вы оставили своего ребенка с няней, с бабушкой, с учителем физкультуры, отправили в школу, но у вас есть аллергические реакции на что-то, то об этом надо сообщать всем. Это должен знать ребенок. Ваш ребенок должен знать, что он без прямого разрешения мамы не должен открыть рот и съесть какую бы то ни была таблетку, которую ему дала какая-то тетя. Понимаете? А у нас ситуация, когда припишала медсестра в школе и кричит, у нас профилактика, витаминами все открыли рот. Понимаете, да? Так вот этого быть не должно. И это основа вашего воспитания. Сынок, взять можно только из моей руки таблетку. Понятно? Или когда я скажу, бери. Иначе нельзя. Понятно? И главное, чтобы вот эти принципы, они сохранились у вас на всю жизнь. Тогда ребенок будет знать, что к таблеткам надо относиться уважительно. Если без них можно обойтись, то надо обходиться. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, аллергия может быть наследственной? Вы знаете, нет. Вот как раз наследственная аллергия не может быть, но склонность к аллергическим реакциям действительно наследуется. Ну вот давайте посмотрим такую ситуацию. Возьмем, например, всем известный парацетамол. 100 человек съели парацетамол, а у 101-го при тех же условиях аллергическая реакция на парацетамол. Почему это произошло? Потому что когда любое лекарственное вещество попадает в организм, оно становится участником обмена веществ. Оно превращается в определенные другие вещества. Их называют метаболиты, продукты распада. Так вот, метаболизм, обмен веществ, он регулируется особыми ферментами. И вот оказывается, вот у этого конкретного человека ферменты не в состоянии расщепить парацетамол так, как у других людей. Ну вот это его индивидуальная особенность. И у него аллергия на парацетамол. Есть вероятность того, что у детей этого человека будет такой же обмен веществ. Конечно, есть. Поэтому если у папы аллергия на парацетамол, то первое использование парацетамола или вообще применение парацетамола у ребенка должно быть с особой осторожностью. Здравствуйте, Евгений Левович. Скажите, пожалуйста, те препараты, которые принимали раньше, на них может быть появиться в процессе жизни аллергия? Вот давайте еще раз вернемся, наверное, в самый корень вопроса. Что такое аллергия? Аллергия – это реакция организма на повторное введение вещества. На повторное. Это более активная реакция, чем надо. Реакция повышенной чувствительности. Почему эта реакция возникает? Когда мы принимаем какое-то вещество, лекарственное вещество в нашем случае, в организме что-то, почему-то, по каким-то причинам происходит, по каким причинам, мы не до конца знаем, но происходит определенное изменение структуры клеток организма, и они приобретают повышенную чувствительность именно к этому веществу. Вот этот процесс появления повышенной чувствительности получил название «сенсибилизация». Такой умный термин, но вы его можете услышать от врачей. Что это такое? Вот дали ребенку антибиотик, который называется ампицелин. Из-за каких-то, еще раз фиксирования неведомых причин, произошла сенсибилизация. Но не сенсибилизация вообще, а именно сенсибилизация к вот этому самому ампицелину. И в крови остались антитела к ампицелину. Заметьте, антитела вырабатываются против чужеродных белков. Сплошь и рядом лекарства, которые мы едим, не являются белками. Ну, возьмем любой антигистаминный препарат, любое лекарство от кашля. Там нет никаких белков. Но это лекарство соединяется с белками крови и становится источником аллергии. И к нему вырабатываются антитела. И вот в крови есть антитела. А когда мы повторно принимаем этот же препарат, то антитела начинают на него реагировать. И вот эта реакция антигена с антителом и является фактически аллергической реакцией. Поэтому как раз при первом приеме препарата аллергических реакций не бывает. Настоящая аллергическая реакция возникает именно при повторном введении. Поэтому чем чаще мы используем лекарства, если мы используем повторное, то вероятность аллергии увеличивается многократно. Например, у человека туберкулез. И он вынужден годами принимать одни и те же противотуберкулезные препараты. Понятно, что не меньше, чем 15-20% больных туберкулезом имеют на эти препараты лекарственную аллергию. Понятно? Вообще, коль скоро мы об этом говорили, давайте посмотрим на то, что же действительно является фактором риска лекарственной аллергии. Обратите внимание, когда мы обсуждаем аллергию, то факторы риска могут быть связаны непосредственно с лекарством, который мы пьем, и с особенностями организма человека. О каких особенностях лекарства мы говорим? Например, особенности структуры препарата. Если препарат представляет из себя уже готовый белок, например, там, сыворотка против адефтерида или белок инсулин, то, естественно, вероятность аллергии достаточно высокая. Или, например, особенности применения препарата, о чем мы уже говорили, да, когда необходимо длительное повторное использование. Естественно, риск намного выше. Или есть такое понятие, это тоже надо знать и запоминать, перекрестная аллергия. То есть если у человека есть аллергия на антибиотик пенициллин, то у него есть риск перекрестной аллергии, реакции на всю группу пенициллина. А тут уже и врачи должны знать, и мамы должны интересоваться. Если у меня аллергия, вот установленная на пенициллин, то на какие еще препараты этот риск присутствует? Понятно, что далеко не каждая мама знает, что пенициллин, ампициллин, аксоцилин, амоксициллин – это антибиотики одной группы, да? Далеко не каждая мама. Но, по крайней мере, мамы должны этим интересоваться. И если вам сказали, что у вас аллергия на антибиотик эритромицин, то вы должны поинтересоваться у доктора, а на какие еще препараты этой группы имеется риск аллергии. Это то, чем должны интересоваться вы, а врачи должны вас информировать, да? Все, теперь давайте рассмотрим факторы риска аллергии, связанные с особенностями конкретного вот человека. Ну, прежде всего, пол. Есть некоторые там работы, которые говорят о том, что у девочек аллергия чаще, чем у мальчиков, но абсолютно большинство ученых с этим не согласны. То есть пол никакого значения не имеет. Дальше. Возраст. Тут как раз хоть у нас передача и детская, но мы должны сказать, что у детей аллергические реакции встречаются намного реже, чем у взрослых. Хотя большинство мам с этим не согласны. То есть мамы считают, что у детей аллергия чаще. На самом деле у детей аллергия реже, потому что у них незрелая иммунная система, но сплошь и рядом, когда мамы считают, что у ребенка лекарственная аллергия, у ребенка никакой лекарственной аллергии нет, а надо просто меньше жрать, что не надо. Понятно? То есть сплошь и рядом лекарственная аллергия, это на самом деле аллергия пищевая. А вот у детей и у пожилых аллергия реже, чем у здоровых взрослых людей. Следующие факторы. Лекарственная аллергия у ближайших родственников. Мы об этом знаем уже, да? Ранее имевшая место лекарственная аллергия. То есть есть люди склонные к аллергическим реакциям. Если у человека когда-то уже была аллергическая реакция на лекарство, то такому человеку в принципе надо быть осторожней. То есть я еще раз все равно говорю, осторожным надо быть всем. Не надо кушать лекарства, когда надо и когда не надо. Об этом мы все время говорили. Но особая осторожность нужна тогда, когда уже были аллергические реакции. Если были аллергические реакции, тогда папа берет несколько белых листов бумаги, склеивает их, пишет большими буквами там фразу, которую мы уже много раз произносили, но папа это пишет. Любое лекарственное средство, если не показано, то противопоказано. Вешает это на кухне и заставляет маму повторять каждый вечер перед сном. Понимаете? Пока она это не запомнит. Дальше продолжаем. Наличие сопутствующих заболеваний. Почему это так важно? Особенно речь идет о болезнях тех органов, которые интенсивно участвуют в процессе обмена веществ. То есть болезни печени и почек увеличивают вероятность лекарственной аллергии. И последний пункт, о котором мы должны сказать, использование лекарственных средств, влияющих на иммунные реакции. То есть фиксирую внимание, что те лекарственные препараты, которые угнетают систему иммунитета, гормоны, антигистаминные средства, иммунодепрессанты, все эти вещества уменьшают риск аллергии. Любой иммуностимулятор, соответственно, увеличивает риск аллергических реакций. Если препарат, написано, что он иммуностимулятор, но у него нет побочных реакций, значит, у него нет вообще никакой лекарственной эффективности. Понятно? Эти выводы сделали. Наверное, вопросы у вас еще остались. Давайте на них отвечать. Доктор, подскажите, Как я могу узнать, что у меня или у моих детей появится аллергия на тот или иной препарат медицинский? Никак не можете. Никак. Вот вы не можете. Все, что вы можете, не давать лекарства, если без него можно обойтись. Раз. Не провоцировать развитие аллергических реакций неправильным приемом лекарств. То есть, когда вы самостоятельно даете то, что ранее назначал доктор. Это же одна из самых распространенных ошибок. У нас была ангина, назначили ампицелин. Ах, как все прошло. Все хорошее антибиотик, мы его переносим нормально. В следующий раз заболеем, доктор уже не нужен. Будем лечиться сами. Чем? Тем же ампицелином. Значит, риск будет выше. То есть, еще раз фиксирование. Вы можете только учитывать факторы риска, но ответить на вопрос, будет аллергия или не будет, вы не сможете никогда. Пока не попробуете. Поэтому, если уж пробовать, то, чтобы риска было как можно меньше. Насколько является безопасным употребление белого угля после возникновения у ребенка аллергических реакций? Это один из методов лечения. Использование различных вариантов активного угля является одним из самых эффективных и безопасных. Вместе с этим надо использовать обильное питье, желательно голод и вместе с доктором использование, например, противоаллергических препаратов. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогой доктор. Хотелось спросить, а можно ли с помощью кожных проб узнать, есть ли аллергенопрепарат? И второй вопрос я хотела сразу же сказать о том, что если мы увеличим количество питья, если мы видим аллергическую реакцию, поможет ли это решить проблему? На второй вопрос ответить намного легче. Естественно, комплексы антигена, антитела, то есть то, что является первопричиной источников аллергии, могут покидать организм с мочой. Поэтому, естественно, если мы активизируем способы очистки организма, то выраженность проявления аллергии уменьшится. А вот что касается кожных проб, то тут все настолько сложно и запутано. То есть у нас, как вы знаете, наверное, в Советском Союзе и в нашей стране в течение десятилетий любое использование, например, антибиотиков в стационаре предусматривало обязательное, предварительное проведение кожных проб. Поэтому накоплен огромный опыт о том, что достоверность этих проб оставляет, мягко говоря, желать лучшего. Сплошь и рядом проба отрицательная, а вводят ребенку вещество, оказывается, что аллергическая реакция. Кстати, это несложно объяснить. Мы вводим некий препарат в организм. У организма, как правило, ведь нет аллергии на препарат. Есть аллергия на его метаболиты, на продукты его распада. Мы вводим какое-то вещество. Оно не является источником аллергии. Оно станет источником аллергии тогда, когда соединится с определенными белками в организме человека. Ну и что с того, что мы его нанесем на кожу? Никакой аллергической реакции не будет. Кроме этого, бывают так называемые ложноположительные реакции, когда кожа краснеет не потому, что аллергия, а потому, что ее просто-напросто укололи или поцарапали. Но, тем не менее, в отношении не всех веществ подряд, а в отношении некоторых препаратов кожные пробы проводятся. Для этого кожа либо царапается, либо делает специальный укол. Используется не только то вещество, на которое мы ожидаем или не ожидаем реакцию, а еще два вещества. Некий нейтральный раствор, на который ни у кого не должно быть реакции. И раствор, на который у всех должна быть реакция. Например, раствор вещества, которое называется гистамин. Вот теперь представьте себе. То есть надо сделать три уколчика. Первый укол – гистамин. У всех должно быть красное. Второй укол, например, физраствор. Ни у кого не должно быть красного. А третий укол – вот именно то самое вещество. И только тогда можно судить о том, есть реакция или нет. То есть, я к чему все это рассказываю? Что когда к вам в стационаре прибежала медсестра и сказала, вот сейчас я тебе сделаю пробу на антибиотик, и что-то там кольнуло и убежало, то к пробам диагностическим кожным все это не имеет никакого отношения. Это все имитация якобы активности. Понятно? Я на это фиксирую внимание. Еще один нюанс. Самым страшным проявлением аллергии, самым страшным, опасным для жизни является так называемая анафилоксия. Вот анафилоксия, при которой идет тяжелейшая реакция, затрагивающая все системы и органы с падением артериального давления, с угрозой остановки сердца, с нарушением дыхания, со спазмом бронхов и так далее. Так вот, особенность именно анафилактических реакций состоит в том, что они не являются дозозависимыми. То есть, с дозой они не связаны. Анафилактическая реакция возникает даже от пробы. Поэтому проба кожная сплошь и рядом не способна предотвратить то, чего врачи боятся больше всего. Поэтому во всем мире отношение к пробам скептическое. Делаются они, тем не менее, во всем мире больше ничего другого просто нет. Понятно? Но это предположительная диагностика. Проба не является ключевым механизмом для получения ответа на вопрос, есть аллергия или нет аллергии. Есть и другие способы профилактики. Евгений Ильич, я так поняла, что вот накапливается вот этот вот, вот если взрослого человека, он там принимал какие-то лекарства, вот это все накопление, оно приводит к аллергии. Оно рано или поздно способно реализоваться в виде тяжелых аллергических реакций или легких. Не важно. Важно все-таки еще раз фиксирую внимание. Одно дело, когда мы вынуждены, вынуждены лечиться лекарствами и расплачиваемся за нашу вынужденность лекарственной аллергией, сплошь и рядом, лекарственная аллергия возникает на вещества, без которых однозначно можно обойтись. Беда в том, что существуют методики, вообще лечебные методики, которые способны многократно увеличивать риск или вероятность лекарственной аллергии. Эти методики широчайшим образом распространены в нашей стране. Например, одним из самых эффективных способов массовой, никому не нужной лекарственной аллергии является так называемая профилактическая антибиотикотерапия. 90% антибиотиков, которые используются в нашей стране при лечении инфекционных заболеваний у детей, являются ненужными. 90%, не меньше, но они назначаются в массовом порядке. Огромное количество препаратов, которые используются в нашей стране, не используются нигде в мире, только в нашей стране, ну и у ряда соседей, допустим, о которых мы все знаем. Тем не менее, никто с этим не борется, хотя на кону биологическая безопасность страны. Но это никого не интересует, пока это определенному количеству людей приносит живые деньги. Поэтому то, о чем мы говорим, поддерживать это не заинтересован никто из тех, у кого есть власть и деньги. К сожалению, так обстоит вопрос. Поэтому сплошь и рядом борьба с лекарственной аллергией – это личное дело конкретных мам и пап. Вот и учитесь другого варианта у вас пока нет. Здравствуйте, уважаемый доктор. Скажите, пожалуйста, все-таки можете сформулировать неотложную помощь при лекарственной аллергии? Все-таки, если что-то страшное наподобие анафилактического шока или каких-то отеков в домашних условиях, невозможно помочь? На самом деле основные препараты, которые необходимы для борьбы именно с анафилактическим шоком, являются препаратами рецептурными, раз. Являются препаратами инъекционными. То есть, понятно, они вводятся внутривенно или внутримышечно. И, к сожалению, мы уже несколько раз поднимали эти вопросы, когда говорили о лечении, например, бронхиальной астмы и так далее, о том, что адреналин и противовоспалительные гормоны, которые являются препаратом выбора, да, они являются недоступными для большинства жителей нашей страны. И пока никаких шагов для доступности мы пока не видим в окружающей среде, да. Тем не менее, ситуация, когда возникает анафилактическая реакция, как правило, если она возникает, связанная с лекарствами, она возникает в стационаре. Я сейчас объясню вам, почему. Потому что анафилактические реакции возникают только тогда, когда лекарство попадает непосредственно в кровь. От таблеток не бывает анафилактических реакций, понятно? Как вещество может попасть в кровь? Это либо инъекции, да, либо укусы насекомых. Но, когда речь идет об укусах насекомых, мы знаем, как к этому подготовиться. Тем не менее, введение лекарств в инъекциях, в домашних условиях, возможно, только в одной стране. Как вы понимаете, да? У нас есть знакомая медсестра, она будет ходить, колоть нам антибиотик. Это же всем знакомо. Это же ситуация массовая, да? Никто ничего не боится. То есть, прививку сделать мы боимся, понимаете, да? А когда к нам ходит медсестра и три раза в день колет попу ампицелином, который ребенок может спокойно глотать, да, это мы не боимся. Тут мы самые смелые. Поэтому главный способ профилактики анафилактики у детей – это мозги у их родителей, да? Если ребенок в таком состоянии, что его можно уколами лечить дома, значит, его можно лечить без уколов. Это главное. И оказывается, путь введения лекарственных средств имеет огромное значение для возможности развития лекарственной аллергии. Вот та самая сенсибилизация, о которой мы говорим, принципиально зависит от способа введения лекарственного вещества. С наибольшей степенью вероятности сенсибилизация происходит при вдыхании вещества и при нанесении его на кожу. Поэтому любые капли антибиотиков в нос, любые мази антибиотиками, понятно, это способ сенсибилизации потом, если, не дай бог, этот антибиотик понадобится в уколах, возникнет аллергия. Самый безопасный путь в плане сенсибилизации – это прием внутрь. Поэтому во всех нормативных документах на уровне центральных органов здравоохранения, центр не в Киеве, не в Москве, центр немножко в других местах. Так вот, там написано, избегать инъекционного введения препаратов всегда, когда это только возможно. Понятно? В нашей стране, во всех детских стационарах, практикуется исключительно введение лекарств в инъекциях. Потому что у мам, у мам не хватает понимания того, что не надо в больнице находиться для уколов, в больнице находятся для интенсивного наблюдения, для обследования. Но находиться в больнице и пить сиропчик – это нормально. Не нормально делать уколы ребенку, которого ловят три медсестры. Вот это не нормально. А это, слушай, рядом имеет место. Так вот это и есть те пути, на которые мы можем влиять. Спасибо большое. Доктор, подскажите, пожалуйста, можно ли, ну, все-таки возвращаемся к инъекциям, ввести антигистаминный препарат в виде инъекции для того, чтобы… Избежать? Избежать там вот анафилактического шока. Я вижу, что ребенку становится хуже и хуже. Можно ли так сделать? Первое. Если есть аллергия, если есть аллергия, то одновременное использование лекарственного препарата и противоаллергических средств категорически недопустимо. Возможно, это только в одной ситуации, когда препарат нечем заменить и когда его неиспользование ставит под угрозу жизнь человека. Ну, элементарная ситуация, очевидно, аллергия на инсулин при диабете. Куда деваться? Будем вводить инсулин и будем пить противоаллергические лекарства. Поэтому ситуация такая, что нас чуть-чуть там посыпало после этого укольчика. Давайте мы еще два раза в день будем колоть что-нибудь противоаллергическое и продолжать колоть вот это, на что нас чуть-чуть посыпало. Это грубейшая ошибка, которая приведет к тому, что вас таки посыпет сильно и возникнет падение давления и расстройство дыхания. Поэтому вместе аллерген и противоаллергические препараты категорически недопустимы. Более того, я фиксирую внимание, мы об этом говорили, поскольку у нас уже были программы о противоаллергических лекарствах, о лечении антибиотиками. Категорически недопустима ситуация, при которой противоаллергические препараты используются якобы для профилактики аллергии. То есть если вам назначен антибиотик и вы боитесь аллергии, то не надо назначать вместе с антибиотиком противоаллергические препараты. И это позволит вам своевременно диагностировать аллергию и своевременно препарат отменить. Это очень важно. Программа выходит за поддержкой торговой марки Моуфикс. Доктор, если подошло время делать вторую прививку, и в это время у ребенка высыпание на коже, когда ее можно делать? Как только исчезнут острые проявления аллергии. То есть нет проявления аллергии в течение недели, сыпь угасает, сыпь не волнует, не чешется. Это показания к тому, что можно вполне делать прививку. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот ребенку сделала прививку КПК, и несколько медработников меня предупредили о том, что обязательно будут какие-то аллергические реакции. Правда ли это, ожидать ли их? Так, что бы я тут хотел сказать, что очень часто, когда медработники с вами говорят, то медработники говорят то, что способен понять среднестатистический наш родитель. Понимаете, да? И вот можете себе представить следующее. А вам медработник рассказывает следующее. Прививка КПК – это живые, ослабленные вирусы кори, краснухи и паротиты. Поскольку это вирусы живые, но ослабленные, у ребенка возможно появление симптомов легкой кори или легкой краснухи. Это не опасно. Симптомы эти появятся на седьмой день после инъекции. Не надо этого бояться, это все ерунда. Более того, ребенок с вот этой самой прививочной корью, он не заразен, он может посещать детский коллектив. Ничего здесь страшного нет и так далее. И ты говоришь, как? У нас после прививки будет корь? Не дам. Пусть лучше будет настоящая корь, да? Поэтому врач, прекрасно зная, что у вас может быть, говорит с тобой, как с форменным олигофреном. Понимаете, да? Это нормально, чтобы ты поняла то, что тебя не испугает. Он говорит, не бойся, деточка, это хорошая прививка, но у вас будут аллергические реакции. Это не страшно, потому что у нас же мы до чего дошли. Смотрите, мы живем в стране, где прививок люди боятся. А аллергических реакций на антибиотики не боится у нас никто. Ну, хотя если бы мы каждый раз, когда возникает анофилоксия, когда дети умирают от антибиотиков или от других препаратов, от аллергических тяжелейших реакций, когда бы об этом говорили, да, может быть, не ели бы антибиотики направо и налево, понимаете, да? Но теоретические прививки закупает государство, да? А на антибиотиках зарабатывают конкретные дяди и тети. Поэтому эти проблемы что надо учитывать, да? Поэтому никаких реакций особых на вакцину кори краснуха аппаратит не бывает. Бывает лишь реакция на яичный белок, на котором выращиваются вирусы, понятно? А как быть с аллергической реакцией на белок, мы об этом уже рассказывали. Кто интересуется, зайдет в архив наших программ и посмотрим. Я хотел бы подвести итоги и сказать вам самое главное. Будет у вашего ребенка или не будет лекарственная аллергия, очень-очень сильно зависит от вас. Ибо именно от вас зависит то количество лекарств, которое будет засунуто в вашего ребенка. Поэтому я уверен, вы сделали правильные выводы. Приходите через неделю поговорить. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...